Культурное значение. Эксперты ЮНЕСКО еще на заре 21 века предположили, к 2100 году 90% существующих языков ассимилируются с языками большинства. Всего-то меньше века и опасность исчезновения в будущем становится реальным, настоящим для мира, страны и конкретной республики, например. Конечно, языки исчезали на протяжении всей человеческой истории. И с точки зрения самой истории такой процесс даже можно назвать естественным. Но это не происходит в одночасье само по себе вне событий времени. Я приветствую вас в студии программы «Контекст». Вместе с нашими гостями сегодня обсудим, уместно ли говорить о возможном равноправии языков современной России или привлечь внимание чиновников к проблеме исчезновения языков малых народов посредством громких акций. И почему все-таки закон не вносит ясности в отношения между языком большинства и наследием национальных меньшинств. Добрый день. Интересная, я бы сказала, достойнейшая компания сегодня собралась за нашим столом в студии. Позвольте представить. Начнем по левую руку. Человек, который, возможно, в представлении не нуждается. Профессор, доктор исторических наук, член общественной палаты Республики Руслан Сульманович Бзаров. Добрый день. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела Аскевско-Аландских исследований Владикавказского научного центра РАН. Тамир Казбекович Солбиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Обладатель множества регалий званий, профессор, доктор филологических наук Тамирлан Таймуразович Камболов. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли. И кандидат филологических наук, заведующий отделом фольклора и литературы Северо-Астинского института гуманитарных и социальных исследований Феддар Магометович Токазов. Здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. Одним из поводов для встречи и обсуждения, судя по перспектив сохранения языков малых народов, послужили события в Удмуртии. 12 сентября на площади перед парламентом республики известный ученый, общественный деятель Альберт Разин вышел с одиночным пикетом и через некоторое время совершил акцию массажения в знак протеста против той языковой политики, которая там происходила в отношении удмуртского языка. Перед тем, как мы обсудим и сами эти события, последствия отношения к ним, я хочу у вас спросить, как вы считаете, язык и сохранение языка – это больше проблема какой плоскости? Это про образование или все-таки про ценности к культуру воспитания? Я думаю, что здесь нет смысла долго искать какие-то мысли. Что касается печальных событий, то остается только сожалеть и высказать слова насчет соболезнования и Удмуртии, и родным, и близким. А по поводу языков совершенно очевидно, что у них есть собственная своя историческая миссия насчет истории и так далее. Здесь нужно сказать, что это проблема всемирно-историческая, и из тех языков и народов, которые известны в истории, едва ли 20-я часть сегодня продолжает существовать. То есть выжившие чемпионы имеют некоторые шансы, я бы так сказал. Перспективы национального языка зависят от общих культурно-исторических перспектив народа. Понятно, что язык только если он нагружен, если он функционален, продолжает работать. Разговоры о списке языков, находящихся в зоне риска, в смысле исчезновения, который многие десятилетия мониторит, создает, составляет ЮНЕСКО, то есть Организация Объединенных Наций в области культуры, языков и так далее. То есть наличие там остинского языка, как и языков соседних народов Кавказа, опирается на формальные, очень ясные и точные критерии. Первый – это отсутствие полноценной системы образования на родном языке, то есть то, что нельзя получить не то, что высшее, но и полное среднее образование на осетинском языке. И второе – отсутствие полноценной, обеспечивающей все стороны жизни отдельного гражданина и всеобщества, системы делопроизводства. Вот и все. Канцелярии осетинской нет. Документы обороты нет. Да, значит, вот и все. И здесь ничего не попишешь. И никакими лозунгами, никакими призывами, никаким воспитанием, никакими другими мерами исправить это нельзя. Это надо построить национальную систему образования с обучением на родном языке. Второе – надо создать полноценную, государственную, для современного общества хорошо известную, но осетинскую в языковом смысле, систему документа оборота. Это вот для начала. Это то, без чего невозможно выйти из этого списка. Эксперты ЮНЕСКО совершенно правы. Это то, без чего в зоне риска будет оставаться осетинский язык всегда, несмотря на благие пожелания и лозунги. Мы хотим через призму этих событий просто посмотреть на себя и посмотреть, где мы сегодня находимся. Эксперты ЮНЕСКО нас предупреждают о том, что к концу века вообще 90% ныне существующих языков будут ассимилированы. Насколько необходимо создавать систему, живя в современном мире, ту систему, о которой вы говорите, и насколько это сегодня актуально? И есть ли там грань между тем, чтобы сохранить... То есть самораспуститься, да? Нет, я хочу порассуждать. Мы должны самораспуститься, альтернативный вариант какой? Объявить, что такого народа не существует и самораспуститься. Поиск в этом направлении, желание увидеть какую-то альтернативу, есть позиция сдаточная, есть позиция сливания национальных языков и культур. Или мы живем, или нет. Альтернативы нет. Альберт Жадин, который совершил этот поступок в Удмуртии, он как раз об этом и говорил, что нужно обратить внимание на среду, в которой рождался язык. Он говорил, что в Удмуртии, например, нужно обратить внимание на села, нужно развивать там инфраструктуру, поддерживать жизнь, потому что именно там традиции и, соответственно, эта культурная идентичность, она все еще чувствуется, она все еще осталась. Если не обращать внимания на эти регионы, то мы придем к тому, что все это потеряем. Он как раз и придерживался этих взглядов. Схинвал, Квайса, Дигара, Беслан – это осетинские города, это аланские города, где население предпочитает, городское население предпочитает говорить на родном языке. Коммуницировать постоянно на родном языке. В Схинвале невозможно говорить ни на одном другом языке, даже принадлежа к любой иной этнической группе. Мой простой вывод и призыв – идти по пути естественного культурно-языкового развития. И все. Игнорировать, преодолевать помехи, барьеры, все то, что нам мешает. Вы присоединяетесь. Насколько вы согласны? К сожалению, вот этот поступок Разина как раз исходил из того, что он не мог добиться того, чтобы отмуртский язык развивался естественным путем. И, скорее всего, вот его поступок не имеет даже смысла, если рассматривать это с той позиции, что он выступал против, к примеру, политики центральных властей России относительно языкового строительства или собственного правительства. Потому что как раз ему не себя сжигать надо было тогда, а объединять население. Но, скорее всего, вот его такая любовь и патриотические чувства к родному языку были поколеблены именно отношением самого населения отмуртского к родному языку. Именно вот это заставило его пойти на такой поступок. И, возможно, вот это скажется на самосознании отмуртского населения, который захочет вот или обратить внимание на свой родной язык. Многие задаются всегда вопросом, а зачем нам этот, вот, к примеру, родной язык, если нас вполне может удовлетворить, к примеру, вот в условиях России русский язык. Однако вот из этого должны исходить. Потому что, если взять Россию, то есть два субъекта. Доминирующий язык и национальный язык. И если вот они не будут существовать, то происходит деградация не только вот национальных языков, но и доминирующего языка. Для самоидентификации национальных языков нужен доминирующий язык для того, чтобы противопоставлять себя и осознавать свою самоидентификацию. Язык, прежде всего, культурный феномен. И, естественно, чем больше языков мы сохраняем, тем вот в культурном отношении более мозаичны. Безусловно, богаче. И поэтому вот там, где культура богата, мозаична, там не может быть места деградации. Единственный способ сохранить национальные языки – это через образование. Не будет образования на языке – это только вопрос времени исчезновения языка. Ну, раз уж мы заговорили об образовании, могу на своем примере сказать, я как раз застала систему, когда от двух часов, если я не ошибаюсь, в начальной школе, к окончанию школы мы пришли к четырем или пяти часам изучения остинского языка. И это что-то вам дало? И точно могу сказать, что увеличение дополнительных образовательных часов не есть в сохранении языка. Совершенно точно. Речь вообще идет не об изучении языка. Речь идет об обучении на этом языке. Речь не идет об изучении остинского языка в русской, французской или эскимосской школе. И речь идет о том, что математику и окружающий мир изучают на родном языке. Географию или терапию. Значит, вот таким образом от этого надо сразу отойти. У нас очень часто это путают, сводя к качеству обучения остинскому языку в школе. Значит, эксперимент поставлен, он многодесятилетний. На нашей памяти несколько лет назад было пять, даже ежедневно было изучение. Это ровным счетом ничего не дало, никаким изменениям не привело. Значит, речь поэтому... Это очень хорошо. Это расширяет гуманитарную, как бы, образовательную базу человека, который учится в школе на любом языке. Чем больше языков, тем лучше, это понятно. Но никакого расчета и никакой связи с жизнью и сохранением осетинского языка, его изучения в русской школе, значит, не имеет. Хорошо, если удается построить модель образования, в основе которой лежит национальный язык, выпускники школы, которые затем для поступления должны осваивать... Да просто вот у меня язык родной... У меня родной язык, предположим, чукотский. Ну, например, да? Значит, вот я прихожу в школу. Значит, вот извольте меня научить всему тому, что обеспечивает система образования демократического государства на том языке, которого я понимаю. Общество, общественная позиция, культурная позиция народа, я бы так это назвал, значит, определяет, будет или нет, значит, создана эта школа. Вот несколько лет назад, третий год произошел набор, то есть два с небольшим года назад, значит, был совершен, ну, с моей стороны, с моей точки зрения, подвиг. Значит, в Северной Сети открыта, значит, Аланская гимназия. Значит, то, против чего, значит, выступали, значит, горе-эксперты наши в какие-то прежние годы, значит, то, против чего тщательно боролся закрывший в 64-м году эту школу Северо-Осетинский обком партии, растоптавший осетинский язык, на наших глазах это происходит, значит, я бывал в Аланской гимназии, все идет нормально, совершенно нормальный процесс учебный, дети, учителя. А качество образования, которое они сегодня получают в искусственном языке, у нас же не было системы построенной с методиками, учебниками и так далее. Качество образования, ну, точно, не хуже, чем в любой другой школе, значит, вот что касается у нас не было. У нас все есть. У нас все, за прошедшие 16 лет, эта работа началась в 2003 году, значит, Северо-Остинский государственный педагогический институт, в качестве, в частности, кафедра ЮНЕСКО, которую, вот, значит, Тамерлан, напротив меня сидящий, с тех пор возглавляет, значит, стало штабом наших всех усилий по, значит, созданию учебно-методической базы. Она создана, она, значит, ее с лихвой хватает на некоторые другие субъекты Российской Федерации. Я вот знаю, что недавно башкирская делегация, я надеюсь, Тамерлан об этом расскажет, значит, приезжала, значит, и извлекала опыт. Вот Осетия в некоторых смыслах идет впереди, в авангарде, значит, без ложной скромности, значит, созданная в Алании система, значит, поликультурного, национального, аландского образования, сегодня способна обеспечить интересы человечества. Вот так. Вот так, громко и амбициозно. Тамерлан Тамеразович, присоединяйтесь. Как вы смотрите на систему национального образования? Сложилась ли она реально в систему? И мне еще интересен вопрос. Вот те самые горе-эксперты, как вы их обозначили, они при создании Аландской гимназии одним из доводов против было, куда дальше пойдут эти ребята, которые были обучены полностью по системе... Они учили там математику, и они пойдут учиться математике дальше. Значит, вот, так сказать, сразу следует снять, вот эту пелену, этот туман, который в некоторых головах существует. Это не языковая школа. Это не языковая школа. Это школа математики, русского языка, иностранного языка. Просто все это осваивается на родном, единственно возможном, с точки зрения научной педагогики, языке. Никаких проблем, как известно, нет в Боливии и нет в Дании, где, значит, получают люди начальное и среднее звено школы, образование, на родном языке, а потом, значит, переходят к изучению общенаучных каких-то... Каких-то научных дисциплин? На английском. Значит, и Остинская национальная школа построена на трехязыче, на том, что на определенном этапе, скажем, происходит переход на обучение на русском языке. Вот, значит, физику надо будет учить в Оландской гимназии на русском языке, чтобы в университете, значит, не было проблем. Вот об этом и я и говорю. Но вопрос заключается в том, что этого мало. Большая часть университетов, самые лучшие университеты мира на русском языке не работают. Поэтому их надо научить еще английскому языку, чтобы у них были открыты все двери. Я просто хочу сказать, что у нас система образования, переход от школьного образования к университету происходит сегодня посредством ЕГЭ. Ну давайте, я попробую ответить. Давайте. Я не буду сейчас раскрывать всю технологию полилингвального, поликультурного образования, займется всю передачу. Позволит ли это им быть принятым в лучший вуз? Это не создает никаких проблем, потому что обучение на родном языке идет только на уровне начальной школы полностью. С третьего, четвертого класса обучение идет билингвально. То есть и на остинском, и на русском, с тем, чтобы готовить их переход на русский язык обучения в пятом классе. С пятого класса обучение по всем предметам, по большинству, идет на русском языке, кроме предметов, по которым нет ни ОГЭ, ни ЕГЭ. То есть это остинский язык, литература, музыка, изобразительное искусство, традиционная культура осетин, история сети, география сети. Никаких препятствий для поступления в высшие учебные заведения у них нет. Но зато представьте себе, какой литературный язык будет у ребенка, который все предметы начальной школы учил на осетинском, плюс в основной школе все те предметы, которые я перечислил. У него не будет проблем с русским языком, потому что русский язык он будет два года изучать как учебный предмет. Он не на математике будет учиться русскому языку, а на русском языке. А когда уже будет готов, то уже русский язык вводится с третьего класса в качестве языка обучения. С пятого класса абсолютное большинство предметов на русском языке. С русским языком нет проблем. Но самое главное, за счет того, что мы правильно выбираем язык обучения и начинаем обучать ребенка думающего и говорящего на осетинском языке, на этом языке мы снимаем проблему качества образования. Мы закладываем высокий уровень базового образования. Ребенок осетинодумающий, осетиноговорящий, которому легче отвечать на осетинском, который понимает лучше на осетинском, которого не надо дважды переводить. Он на математике, занимается математикой, а не изучает русский язык. Таким образом, никаких препятствий для поступления в высшие учебные заведения нет. Эксперимент в той же Аландской гимназии проводится уже не первый год. Она успешно функционирует. Но я к тому, что это первый опыт наш в современной истории. Это первая массовая школа. Это не эксперимент. Эксперименты закончены давно. Было два эксперимента. Был республиканский эксперимент, который проводился в 2004-2009 годах. Несколько школ прошли по этой модели. После окончания ее коллегия Министерства образования нашей республики вынесла решение об эффективности этого эксперимента. С 2010 года эта модель была опробирована в рамках федеральной целевой программы развития образования не только в Осетии, в Чечне, в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Чечне-Ингушетии, Чечне-Ингушетии, Карачаево-Черкесии. И, опять же, результаты были позитивными. По нашему пути сейчас идет Татарстан, Дашкортостан, Чечня, на подходе, Саха-Якутия, Тува и так далее. Табир Казбекович, Вы как оцените языковую политику в современной России и, соответственно, Ваша оценка положению осетинского языка внутри республики? А я бы как раз не хотел говорить о языковой политике, потому что языковая политика, она рассматривает человека как объект воздействия. Какая бы ни была замечательная политика, нельзя человека осчастливить насильственно, да, по принуждению. И, судя по тому, что проблема все-таки существует, да, то она должна иметь какие-то свои корни, истоки. Я думаю, что они связаны с тем, что в обществе, да, среди людей, живых, имеющих фамилии, семьи, да, родственников, соседей, что вот в этом обществе нет согласия. относительно вот, как бы, будущего развития языков. И это согласие, это важнейшее условие. Самые замечательные учебники и самые замечательные методики, они не будут работать. А это согласие, оно достигается путем обсуждения, разъяснения, просвещения. и самый, на мой взгляд, важный фактор, он эмоциональный. Язык надо любить. То есть нужно к языку испытывать эмоции, чтобы он нес в себе тепло, да, какие-то ассоциации, связанные с близкими, с детством, культурные, да, общекультурные смыслы. И такие примеры есть, вот, когда Австро-Венгерская империя распалась, да, до этого там использовали в основном немецкий язык. Ну, например, в Чехии. Чешская интеллигенция обратилась с призывом, да, они между собой как бы смогли по этому поводу договориться. и постепенно вот этот переход совершенно успешный, он произошел. Есть другие проблемы субэтнические, то есть, вот, как решать вопрос с осетинским литературным языком, то есть, мы литературную норму сохраняем или мы все переходим на диалекты. Я, честно говоря, до сих пор как бы... Для вас какой вариант кажется более оптимальный? Литературный язык — это достижение культурно-исторического развития. Он у нас уже есть. То есть, фактически, как бы, не отказываемся ли мы от того культурного багажа, которым мы уже располагаем? В обществе должно быть достигнуто какое-то согласие, да? Ну, если не консенсус полный, то какая-то, в общем-то, какое-то единодушие должно существовать. В корне не согласен с таким мнением, что вот в Осетии единый литературный язык нужен, и это достижение. Необходимо учитывать материалей, в которых вот осетины живут. А если бы вот осетинский язык занимал или выполнял ту же роль, какую выполняет, к примеру, русский язык, то да, осетинский литературный единый язык несомненно нужен был бы и легко было бы достижимо. Если взять сегодня осетин, то обычно начинается критика с того, что вот существует один литературный язык, и зачем еще на диалекте развивать литературную... это же не осетинский. Почему не осетинский? Ну, потому что русско-дюгорские слова. это тоже объясню, почему так и называется. Единый литературный язык должен быть, а на диалекте не должно быть. Но дело в том, что на сегодняшний день у осетин существует четыре литературных формы. Это на базе ирунского диалекта, на базе дюгорского диалекта, на базе вот в Южной Осетии изучают не на ирунском или дюгорском, а на смешанно часанско-кударском варианте и на русском, потому что часть осетин, к примеру, во Владикавказе и в Моздоке и в Ардоне не владеют осетинским языком. Для них литературная форма русский язык, но они осетины. Это с одной стороны. Поэтому надо вот учитывать это. Тем более в наших условиях невозможно, чтобы дигорцы перешли на ирунский диалект. В итоге происходит фактически уничтожение дигорского. Если мы говорим о языковой политике России, то, естественно, эта языковая политика точно так же переходит на языковую политику в республике. И речь идет о том, чтобы не повторять те же ошибки в языковой политике в России и переносить эти же ошибки в Осетию. И необходимо учитывать реалии, а не идти за желанием. то, что я не написал на словаре осетинско-русский, это вот из этой политики, потому что мне не разрешили написать. Потому что если бы я написал осетинско-русский, а на осетинском дигорон урусак, то это обозначало, что оказывается, осетинский это не только ирун, но и дигорон. Но это в Конституции указано. В Конституции прописаны одинаковые условия, одинаковые равноправия к обоих диалектам. Однако сегодня что мы имеем? По ирунскому диалекту готовят специалистов и преподавателей на трех факультетах в республике. Не на одном факультете не готовят специалистов по-дигорскому. Вот вроде бы... Северостинский государственный университет принял решение, о том, чтобы начать готовить, насколько я помню. В университете я не знаю ни одного человека, который бы выступил против или усомнился в верности решения, которое принято. Кроме того, нет смысла, мне кажется, апеллировать к каким-то современным условиям, в то время, как скоро уже два столетия как заложены основы Андерсом Шегрином Остинского языкознания научного создана первая грамматика и две параллельные начали создаваться им же системы терминологические на основе Иронского и Дегорского диалектов. Это потолочная, высосанная из пальца проблематика. Все это есть, это надо двигать, развивать, нужно в школе, и это уже тоже происходит, в школе тоже под названием осетинский фигурирует оба варианта. Вообще слово Дегорон с саланского языка переводится на все остальные тем же этнонимом, что и слово Ирон. Перевести это иначе, как осетин, нельзя. Дегорцы, Иронцы это вот узкие жаргонные словечки, используемые в некоторых областях знания в общероссийские словари никогда не попадут, они там отсутствуют. Эти слова неизвестны носителям русского языка, не надо себя путать. Я все-таки тоже по этому поводу скажу. Мы относимся к осетинский народ, к той небольшой части народов мира, которые в плане развития литературного литературной формы своего языка в силу исторических причин, не по чьей-то прихоти, вынуждены были использовать двухвариантную модель, двухвариантную модель литературного языка. Осетинский язык един. Это язык осетинского народа. Литературная форма у осетинского языка тоже существует. Единственное, надо принять и понять, что она имеет два варианта. Норма может быть вариативна. И два варианта, которые сложились в силу исторических причин на основе иронского диалекта и на основе дегорского диалекта. Оспаривать это сейчас, это оспаривать реальность. Мои сверстники и люди постарше, они помнят ситуацию начала девяностых годов, когда в республике был сильнейший раздрай по этому вопросу. И когда одни пытались запрещать развитие дегорской литературной формы, а другие в ответ на это декларировали, естественно, это были декларации обиды, что в таком случае они просто выйдут из состава Осетии и объявят дегорскую республику. 25 лет спокойно функционирует журнал Ираф журнал Махтук. Газета Россина от газета Дегора. Преподается осетинский язык в ронской форме в ронских селах, в дегорской форме, в дегорских селах. Существует и ронтеатр и существует дегоронтеатр. Как вы полагаете, смотря на эту ситуацию, привело ли наличие двух вариантов осетинского литературного языка к расколу осетинского народу или наоборот сняло проблему обсуждения этого вопроса. На мой взгляд, и этот взгляд я на нем настаиваю, что он не субъективный, это и есть самый гармоничный для наших исторических условий путь дальнейшего движения к национальному единству и консолидации. Раздрай наступает и раскол там, где ущемляются чьи-либо права. Там, где соблюдаются права всех, там всегда согласие и единение. Мне просто кажется, что Федор Магомедович, я абсолютно согласен, говорил не о расколе как таковом, наоборот. А системной... Вот то, что Тамерлан Томиразович говорит, именно равноправие ведет к единству. И как раз вот я это к этому хотел и подвести, что не концентрироваться необходимо нам на одном каком-то едином литературном языке, а дать возможность называться... Ну и краткая справка. На самом деле литературным языком не пользуется ни один человек практически в Северной Осетии. Напомню, в 1924 году состоялась объединенная конференция деятелей науки, образования и культуры Северной и Южной Осетии, которая и приняла решение о введении единого литературного языка на базе иронского диалекта. И этим же решением было установлено, что произносительной нормой должен служить говор коста, то есть цокающий дзокающий говор. И если мы настаиваем на том, что должен быть единый литературный язык, то надо восстановить решение 1924 года и всем дикторам Елистон ТВ с сегодняшнего дня начать автоцамандзурис. Пожалуйста, если это возможно. Не во всех школах начать так преподавать. Всего лишь орфоэпическая норма не работает. Это есть форма согласия. Все остальные части литературной нормы продолжают существовать и функционировать. Представители интеллигенции приходят к единому пониманию по поводу того, что есть литературная норма. Это пример согласия общественной? Да, но в языковой политике согласие это важнейший фактор. Сверху вам важна вы говорите о том, что движение снизу. К сожалению, существует классическое определение политики и государства. Что это главная форма принуждения? Мы заговорили о политике. Еще буквально два вопроса вам задам. Закон, принятый в июне прошлого года, который закрепляет право исключительно добровольного изучения родного языка. тот же Альберт Разин как раз таки говорил, что это прямой путь к ликвидации этнокультуры. Как вы смотрите на этот законопроект? Если можно, хотелось, чтобы разные мнения у нас прозвучали. Поскольку вопросами политики в практическом смысле в отношении этого законопроекта приходилось заниматься вашим покорным услугам. Это все еще законопроект? Нет, это принятый закон в прошлом июне. Он принят, я неправильно выразился, да, он еще в прошлом году принятый утверждать. Это то, о чем я уже сегодня упоминал. Это создание социальных рамок, которые задают курс развития языков. Вот куда сейчас поставлен штурвал, туда они и плывут. Проблема заключается в том, что сформулирую это с оговоркой, что это мое мнение, но это действительно мое мнение о том, что в данном случае Государственная Дума Российской Федерации нарушила Конституцию Российской Федерации, приняв закон, который противоречит некоторым положениям Конституции. Во-первых, Конституция Российской Федерации предполагает распределение предметов ведения между Федеральным Центром и Республиками. Проведение языковой политики является предметом ведения регионов, то есть самих субъектов Российской Федерации. В законах о языках народов Российской Федерации, в законе об образовании четко было прописано о том, что национальные республики в составе Федерации имеют право устанавливать государственные языки и регулировать их использование. Таким образом, это противоречит Конституции. Второе, в Конституции четко сказано, что право выбора закрепляется за родителями, право выбора языка воспитания и обучения. То есть то, на каком языке будет в детском саду воспитываться или в школе обучаться ребенок, это определяет действительно родители. Но право выбора языка изучения не прописано ни в одном из конституционных актов. Таким образом, в нарушении опять же Конституции принята поправка в закон об образовании. Таким образом, главная цель достигнута. не прибегая к прямому запрету, что было бы невозможно в современных условиях на изучение родных языков, родителей поставили в объективные условия, в которых они субъективно принимают решения в пользу своего ребенка, но против своей нации. Как правильно. дело в том, что они рассуждают элементарным образом. На перспективу опять-таки. Моему ребенку сейчас предстоит дилемма. Три часа родного языка. Или это будет осетинский, или я могу выбрать русский. И таким образом, к шести часам русского государственного мой ребенок еще получит три часа русского как родного. двойная выгода. Я избавлюсь от головной боли от изучения еще осетинского языка. И плюс он еще получит три часа. Можно к репетитору не ходить и лучше сдать ЕГЭ по русскому языку. Счастью, наши родители совершенно адекватно продолжают в русской школе, это надо подчеркнуть, делать верный правильный выбор. Так что это теоретическое допущение никакого отношения к реалиям республики Северной Осетии Алании практически сыгравшая свою роль во многом в той же республике Башкортостан. Они поэтому изобилиют триумфу. В Башкортостане две трети родителей выбрали в качестве родного языка русский язык. Они сейчас понимают, что у них нет пути культивирования башкирского языка в школах как языка изучения. И поэтому они идут хотя бы не хотя бы путем создания мощной альтернативы, то есть создания системы обучения на башкирском языке. И скажем так массированная работа в средствах массовой информации, в социальных сетях у нас в республике. Подчеркну позиция руководства республики и Министерства образования нашей республики, директорского корпуса наших образовательных учреждений. Все это в совокупности привело к тому, что у нас минимальный процент отказников, то есть людей, родителей осетинской национальности, которые написали заявление о выборе русского языка в качестве родного. Но, что очень важно подчеркнуть, что у нас абсолютное большинство наших сограждан неосетинской национальности продолжает изучать осетинский язык в качестве государственного языка республики. Хотя, это тоже опция по выбору. Это признак культуры. Разве в Дегорском районе не то же самое произошло? Вот отказались в феврале от родного языка, кроме селения Дур-Дур. В Дегоре и в других населенных пунктах отказались. Они отказались, насколько нам известно, от перехода, немедленного перехода от изучения иронского варианта к Дегорскому варианту. Они от Дегорского отказались. Правильно, у них иронский преподают, и они не хотят переходить на Дегорский. Это вопрос времени, и связан он просто с общественным сознанием наших педагогических кадров. И ресурсов, мне кажется. Это просто люди, которые не хотят, видимо, напрягаться одномоментно. уверен, что это произойдет в ближайшие годы. Что касается всех этих законов, изменяемых и прочих, надо подчеркнуть, в русской школе имеется в виду изучение осетинского языка. У нас нет другой школы. Это происходит в школе с русским языком обучения, где в принципе не решается судьба осетинского языка и не может решаться. Я заговорила о законе, потому что мне было интересен еще один момент. Рождают ли такие решения, принятые сверху, какие-то контртенденции, когда культура и язык пытаются изнутри себя сохранять и не ведет ли это к эмоциональной реакции, когда мы пытаемся соблюсти... осетинский язык не живет на своей территории. Это территория изучения этого языка. То есть он в равном положении с английским. Английский же изучают в наших школах. Вот на равных изучают и осетинский. Решается на этих уроках судьба английского народа, британского государства, английского языка? Нет. Точно так же, поверьте мне, точно так же и вы сами все этому ежедневные свидетели. Точно так же и судьба осетинского там не решается. Я там более прямой ответ на ваш вопрос. То есть он заключается в ваш вопрос, насколько я понимаю, в том, не играют ли полезную роль вот такие репрессивные законы в отношении языков в том смысле, что это вызывает контрреакцию, мобилизацию этническую и так далее. Я хочу спросить, играют ли они полезную роль? Потому что мне кажется, что иногда, когда чрезмерно, я не только об осете сейчас говорю, а в принципе о тенденциях к проблеме. Я думаю, что это полезно, несомненно полезно, заставило оглянуться на себя, заставило понять. эмоционально начинают отставить. Мы теряем грань между тем, что сохраняем некий культурный код и делимся на чужой свой. Мне вот это интересно. Я думаю, что именно применительно к Российской Федерации, да, исключить. Думаю, что позитива большого от этих репрессий в том смысле, что они вызовут контрреакцию, не будет. Точно так же, как их нет вообще в других формах политического, скажем так, ограничения. Есть социологический закон, давно выведенный о том, что в случае, если 8% населения с чем-то не согласно, происходит революция. Что-то я не вижу. Ни 8% не согласных с чем бы то ни было, включая пенсионную реформу. Ни революции, ни новой русской революции не видно. Или социологический закон этот не верен. Да, это тоже возможно. Но, значит, он на основе всех исторических реалий, которые известны, выведен. Этого достаточно. У нас нет 8%? Нет, Нет, конечно. Это разговоры, это кухонная оппозиция. Это люди, которые обмениваются в сетях своими мнениями, но если его пригласить на площадь, он спрячется и даже в сетях не появится некоторое время. Сейчас уже спрячется, конечно. Да, спрячется, конечно. И, значит, очень важно, значит, народ не обманешь. Значит, людей можно, значит, обманывать очень недолго. Это вопросы не центровые, не главные в жизни народа. Значит, прекрасно понимают народы России, что судьба их не решается на уроках родного языка в школе, которая работает не на их родном языке. Это для того, чтобы это понимать, достаточно быть психически полноценным гражданином. Достаточно иметь некоторый, как бы, взгляд, реальную связь с жизнью общества. Вот если в Конституцию и в закон об образовании попытаются ввести запрет на... На бесплатный пример образования. Ну, например, на образовательную какую-то деятельность. Запрет на языки. Запрет говорить, учить на языках народа в России. Вот тогда посмотрим, что будет происходить. Ничего не будет происходить. То есть, я абсолютно не согласен с Русланом Сулеймановичем. Значит, убежден в том, что вот то самое психически здоровое население России, которое якобы не отреагировало на закон о добровольности выбора языков. На самом деле не отреагировало абсолютно... Не потому, что понимало, что изучение языка не решает... Потому что анализировало, да? она... Понимание не означает анализ. Нет. Она... Вовсе не означает. Она просто... Сто лет назад произошла Великая Русская Революция. Если... Понимали ли они? Российская империя развалилась. В том числе, в числе трех вопросов, по которым это произошло. Значит, это вопрос о национальных языках. Вопрос об отсутствии их поддержки национального образования и прочее, и прочее, и прочее. И если завтра кто-то посмеет вновь пойти этим путем, путем, которым шла Российская империя в 19-м и начале 20-го века, значит, вновь наступит смута, вновь будет разваливаться великое российское государство. Несколько лет назад, около 10 лет назад, на одном из... На 7-м, по-моему, Всемирном этнологическом конгрессе был сделан вывод о том, каковы перспективы в целом. Человечество с его национальными культурами и языками и так далее. Вывод очень простой, что глобализация, значит, специалистам это и тогда уже было понятно, глобализация заканчивается, она невозможна, но сегодня об этом все говорят. Значит, и что, значит, судьба, будущая судьба человечества это создание, значит, таких небольших не мировых держав, оно далекая судьба, даже внутри мировых держав, создание небольших, значит, региональных, национально-культурных, национально-языковых сообществ, со своими национальными интересами, культурами, языками и прочее, прочее. Таким образом, недолго, значит, пару веков еще продержаться и все у всех, значит, наладится. Я абсолютно уверен, что перспективы такого древнего народа, как Аланы, такого древнего, замечательного и развитого, достаточно развитого, надо подчеркнуть, достаточно развитого литературного языка, каким является Остинский, он и сегодня продолжает интенсивно развиваться, осваивая меняющиеся, окружающий мир, значит, с моей точки зрения очень оптимистический. Мы сегодня вообще за столом больше с оптимистической нотой говорили о перспективах осетинского, в первую очередь, языка, но последнее, что я вас хочу спросить, уважаемые эксперты, вот есть факторы, при которых стоит бить тревогу, есть обстоятельства, при которых абсолютно остается очевидным, что язык умирает. Какие они? Давайте буквально несколько выделим и на этом будем завершать наше общение. применительно к астинскому языку, эта проблема не стоит. Проблема стоит как раз наоборот в том, чтобы двигаться вперед. Речь не о сохранении, он сохранен. Мы прошли через испытания, до тысячелетий, наши предки нам его передали, но у каждого поколения есть как бы собственная ответственность перед историей. И отношение. Да, и вопрос в том, можем ли мы вот сегодня в тех условиях, в которых мы оказались, соответствовать этим вызовам времени, новым требованиям, которые, и собственно, ради этого же мы и собрались. есть. Мы можем сегодня соответствовать с точки зрения сохранения идентичности языка, в первую очередь? Вот всякий процесс, да, он гладко протекает, только если на него смотреть с большого удаления. А если мы приближаемся к нему, то мы начинаем видеть, что там есть внутренние противоречия, там есть движение вперед, а потом есть движение вспять, там есть как бы столкновение интересов. И вот если с большой высоты смотреть, то это поступательное движение, оно не вызывает никаких сомнений. Вопрос? Да. А если мы приближаемся, или тем более берем величительное стекло, то мы вот все это и открываем для себя. Но так устроена жизнь. Хорошо. При наличии каких обстоятельств вы бы забеспокоились за осетинский язык в том числе? А это должно быть, это беспокойство, оно должно присутствовать постоянно. В том времени и в контексте. Да. Это вот различие между восприятием детским и взрослым. Вот ребенок живет все время в состоянии в таком благодушном, да, потому что он находится под опекой. А когда человек берет на себя ответственность, то он понимает, что решая один вопрос, он тем не менее столкнется со следующим, а затем будет другой. И что этот процесс будет бесконечен. И это абсолютно верно применительно к языку. Даже та ситуация языковая, которая у нас была, да, допустим, в конце прошлого тысячелетия, да, она существенно отличается по качеству, по содержанию, да, по достигнутым результатам от того, что мы имеем сегодня. но беспокойство это вот признак ответственного отношения к тем или к тому, за что человек несет ответственность. Принято. Федор Магомедович, мы ответственны сегодня по отношению к своему языку? И опять-таки, при каких обстоятельствах вам кажется, что это будет тревога? Слава Богу, что пока что ответственны. И главный фактор, на мой взгляд, который может поколебать наш оптимизм, это вот индифферентные отношения населения к родному языку, чего как раз не должны допустить, а для этого, соответственно, необходимо с населением работать ежедневно, постоянно. И необходимо помнить, что язык это это прежде всего отражение картины мира, в данном случае картины мира осетин. Если исчезнет этот язык, исчезнет эта картина мира. А исчезновением этой картины мира осетин, это будет совершенно другой народ. Тогда это Мурадович, добавите. Ну, я скажу, что... Мы начали говорить о факторах, которые могут вызывать опасения. Есть такие факторы, значит, и, к сожалению, вот меня, например, беспокоит то, что я наблюдаю на протяжении последних трех-пяти лет. Речь идет о том, что до этого периода мы обоснованно успокаивали себя, думая о состоянии и перспективах сохранения осетинского языка, думали о нашем селе, как о бастионе, как о, так сказать, таком надежной цитадели, в которой осетинский язык не зыблем и в котором он будет, так сказать, нам хранить ресурсы для дальнейшего развития. К сожалению, за последние три-пять лет ситуация изменилась. Изменилась она в худшую сторону. И сегодня все больше и больше фактов, когда мы при формировании групп трехлеток в детских садах для обучения по осетинско-русской модели, в районных центрах и даже в отдельных селах сталкиваемся с ситуацией, что дети трех лет приходят в детский сад, ну, в чекале конкретно, с русским основным языком. Мы в Нагире с трудом смогли укомплектовать первый класс, говорящий на осетинском языке. ситуация эта связана с, опять же, социальными факторами. Многие родители просто нацелены и нацеливают своих детей на как можно более раннее усвоение русского языка, полагая, что именно хорошее владение русским языком потом позволит обеспечить хорошее социальное продвижение, карьеру, учебу и так далее. Поэтому плюс миграция. Очень много родителей. Жизнь за пределами. Близлежащих Владикавказу к районным центрам многие везут в районные центры своих детей, в детские сады. Детские сады, абсолютное большинство работают на русском языке. Ребенок, только начавший говорить на родном языке в семье, в два, в три года попадает в русскоязычный детский сад. Происходит ускоренная русификация сельской зоны Осетии. То есть среды, где язык очень был. Срочно сейчас нужно предпринимать меры по максимальной активизации введения полилингвальных детских садов в сельской зоне, там, где это совершенно беспроблемно с точки зрения владения детьми и наличие языкового окружения. Единственная проблема это кадровая проблема, но она тоже решаема. Там воспитатели осетиноязычные, их надо просто дать им курсы повышения квалификации и переподготовить. Материалы учебные на осетинском языке для них подготовлены с младшей по подготовительную группу. И лично я намерен настаивать на ближайшем заседании комиссии по сохранению и развитию осетинского языка, чтобы процесс создания или перевода на осетинско-русскую модель дошкольных образовательных учреждений нашей республики был активизирован максимальным образом и чтобы максимальное количество детских садов в Осетии работало по осетинско-русской модели. Это 50% нашего будущего успеха и спокойствия. Но если вы говорите, что вы в Нагире сейчас не добираете группу, наличие большого количества аналогичных учреждений, оно решит проблему? Оно решит проблему? Столкнуться с недобором сразу в нескольких? Нет. Вот как раз надо идти по пути формирования детских садов. Наличие детских садов, работающих на сетинском языке обеспечит потом как раз беспроблемный набор уже школьников, владеющих осетинским языком. То есть мы работаем системно. Спасибо. Руслан Сулейманович, вы сегодня задавали у нас такой позитивный тон рассуждения о судьбе и перспективах осетинского языка. Готовы ли вы в конце сказать о том, что могут образоваться обстоятельства, можем найти факты, которые... По-моему, я все это уже сказал, при этом несколько раз за сегодняшний вечер. Несомненно, прозвучавшие здесь опасения имеют место. Несомненно, значит, вот это, так сказать, арьергард осетинской нации, значит, люди, которые чуть-чуть отстали от тренда главного, я имею в виду какие-то сельские, значит, родители, пытающиеся отказаться еще вдогонку от осетинского, значит, языка, ну, это маргинал уже. Это люди, вышедшие на поля далеко за периферию основной магистральной дороги оландского национального развития. Это всегда было во все времена. Не нужно, значит, далеко ходить за примерами и на территории России, и на территории Европы, где осетины, осетины, аланы побывали, значит, еще в первом тысячелетии, есть такие анклавы явно аланского происхождения в Альпах, швейцарских, итальянских, французских, все равно, с аланской топонимии, значит, с физическим типом аланским, там, и прочее, но они знать не знают о существовании нашего народа, хотя их предки несомненно к нему принадлежали. Вы считаете, что многочисленная, скажем, московская диаспора это все еще осетина? Возможно, они хотели бы ими быть, возможно, они хотели бы ими быть, я имею в виду молодые поколения, уже несколько раз, те, которые выросли, у кого и родители, значит, иногда более отдаленные, родственники, да, выросли, которые никакого отношения не имеют ни к знанию осетинского языка, ни к чтению осетинской литературы, ни к письму, значит, на этом языке, и родным языком для множества разных людей являются разные другие языки. Каждый имеет право, каждый отдельно имеет право, никого, никто, никуда загнать не сумеет, счастье не делится на насильственных основаниях, да, значит, каждый видит свою дорогу сам, и поэтому, конечно, в будущем, значит, рассчитывать на то, что все, вот те, все паспортные, анкетные осетины будут в составе, значит, будущего оландского народа, ну, было бы наивно. Значит, я вот вспоминал оценки, оценки, большевистские оценки дореволюционные, то есть более ста лет назад, уже тогда, была заметно, хорошо заметна ассимиляция осетинская, и на юге, и на севере. Мы все еще существуем, слава Богу. Значит, через сто лет будет заметна ассимиляция, и отпадут какие-то ветви, куда-то уйдут какие-то, значит, отдельные люди. Счастливого пути. Никто никого не задерживает. Значит, это наша Родина, мы будем ее защищать. Спасибо. Я желаю нам всем возможности сохранять позитивный взгляд не только на те аспекты, которые мы сегодня обсуждали. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok